Зеленский реформирует Украину быстрыми темпами. Взялся за военкоматы, комиссаров, ищет среди них коррупционеров, придумывает, как интегрироваться в Евросоюз. И легализовывает каннабис, якобы в медицинских целях. А в мае он анонсировал новую концепцию национальной безопасности. После чего началось проталкивание каких-то необычных для разума законов. На Украине много полей с толстым плодородным слоем чернозема. Эти поля по решению Верховной Рады будут засеваться и культивироваться коноплей. Версия о медицинских целях для отвода глаз. Но украинцам нужно показать, что они не такие, как эта Россия. У них современное мышление и желание развиваться. Сравнивать себя с русскими даже считается дырным тоном. Я не русская, я украинка. Ну извини меня. Не извиню. Мы совершенно другие люди. Другие и здесь, и здесь. Этой киноленте 15 лет, снято за 6 лет до Майдана. Кто помнит, героиня фильма считала себя украинкой. А в фильме ее преподнесли со стороны обычной тусовщицы, наркоманки, ищущей острых ощущений и возможностей пофлиртовать. Концепция персонажа точно как сегодняшний день на Украине, в которой теперь может смотреть и пожинать плоды каждый ее гражданин. Европе нужен удобный плацдарм по культивированию, выращиванию и созданию наркотиков. Каннабис, мак, кока. Все отлично будет расти на просторных и богатых минеральными веществами украинских полях. Наркотики наряду с оружием и алкоголем и табаком. Это один из самых емких на мировой арене рынков с точки зрения объемов, с точки зрения финансовых потоков, с точки зрения спроса. С точки зрения наркотики такой легкий способ заработать для больших мафиозных кланов элитных. Кто помнит, Российская Федерация в июле 2019 года разрешили в промышленных целях культивировать мак и коноплю. В постановлении есть уточнение, какие сорта можно выращивать и в каком объеме. Из растений делают обезболивающие и антидепрессанты. При этом выращивание каннабиса и его распространение частным лицам запрещено и является уголовным преступлением. На Украине же в первом чтении приняли закон о легализации каннабиса. Делается это не сколько для украинцев, сколько для западных потребителей. Одни Нидерланды на себе такой объем производства не вывезут. А в Европе большой спрос на наркотики. Поэтому внезапный закон о легализации каннабиса на Украине не случайный. Как только случился Евромайдан, идею о легализации каннабиса начал проталкивать Мишель Терещенко. Мишель, французский миллионер, бывший мэр города Глухого, который в Сумской области, скупил и арендовал тысячи гектаров на Украине для выращивания конопли. И не он единственный. Независимое издание Australian National Review еще в прошлом году сообщило о том, что почти третья часть площади всей Украины, или примерно половина всех сельхозугодий, уже поделили между собой три крупнейших корпорации на мировом рынке продовольствия и химии. Продовольствие и химия сказано в австралийском материале. А там, где химия, всегда найдется место производству наркотических веществ. Хорошая земля, на которой разрешено выращивать тысячи квадратных километров наркотических растений, самый прибыльный бизнес на Западе. То, что было, скажем так, с Южной Америкой, в частности, с Колумбией и с наркотрафиком в США, это, по сути, вывезли американские элиты мафиозные, вывезли производство наркотиков в Южноамериканскую страну. Потому что там в Америке произведить это нельзя. А главный спрос, он среди американцев находится. Западные компании Cargill, Tupont и Monsanto приобрели в личное пользование 17 миллионов гектаров украинской сельскохозяйственной земли. У Украины таких полей в целом примерно 40 миллионов гектаров. Это больше, чем площадь Нидерландов и Греции вместе взятых. Получается, что служащие в ВСУ погибают просто так. Даже мотивация типа сражаются за свою землю уже не актуальна. Такое количество полей может приносить существенную прибыль. Украина только на зерне, пока действовала сделка, заработала почти 10 миллиардов долларов. Это, вероятно, с оставшихся полей. Поэтому на Западе так агитируют за продление зерновой. Там их товар пропадает. А еще, возможно, не все конопляные продукты вывезли. Это так удобно было делать по воде. Не сомневаюсь, что западные компании делали это до легализации. А теперь и вовсе планируют нарастить объемы. Украина становится похожей на Афганистан, который США использовали 20 лет подряд, выращивая там мак. А потом экспортировали тяжелые наркотики в Европу и США. А сейчас идеальным вариантом стала Украина. Туда и оружие можно продать. А оттуда организовать наркотрафик в Европу. Близко и удобно. Да и трафик оружия экстремистам в Сирии из Украины через порт Румынии, например, можно наладить. Сегодня украинская лида будет выступать такой прокладкой мафиозной в этом наркотрафике. Повторюсь, на Украине могут как, соответственно, беспрепятственно производить после легализации, так и, скорее всего, уже этот трафик налажен. Через те же порты черноморские. Можут вполне доставляться наркотики из третьих стран, чтобы распространять это по Европе. В законопроекте по легализации канависа на Украине нет ограничений по количеству выращивания марихуаны. Сколько можно гектар засеять? Сколько вообще нужно такого сырья? Главный аргумент. Солдатам нужно такое лекарство для реабилитации. И еще. Потому что мы не мыслим, как совки. В Канаде и Уругвай разрешено. Значит, и мы можем. Пока Украину превращают в большую плантацию по выращиванию конопли. А там, может, и что-то еще станут культивировать. Все зависит от спроса на европейском рынке. Не сомневаюсь, деньги это будет приносить немаленькие. Но бюджет Украины расти от этого не будет. Все вырученные средства будут распределяться между Зеленским и его приближенными. Да и пробу товар будет проходить через украинского президента, наверное, тоже. Во время предвыборной кампании бывший украинский президент Порошенко, который страдает алкоголизмом, в своем твиттер-аккаунте предупредил избирателей. Цитирую. Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины, верховным главнокомандующим, может стать человек, который не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата. В этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели. Наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности. Угрозой для каждого украинца. Конец цитата. Тогда это восприняли скорее как битву с конкурентом. А сейчас в этом никто не сомневается, не раз замечая за Зеленским неадекватное поведение на публике. Сейчас на Украине с порядком все плохо. Это как 90 умножить на 4. Поэтому в ближайшее время ее территория будет использована для реализации всего самого запрещенного. Хоть по продаже людей в рабство, продаже органов, оружия или наркотических веществ. Гораздо сложнее завести наркотики куда-нибудь в прибрежные европейские страны, типа Франции или Германии. А вот в страну, которая находится в зоне конфликта, находится в серой зоне, где очень сильно коррумпирована элита, я имею в виду Украину, туда очень легко этот трафик наладить и уже с их территории, через их границы вести эти наркотики для всех состоятельных граждан Европы. ВВП Украины с прошлого года состоит из западных донатов. При отсутствии зерновой сделки, деньгам там вообще неоткуда аккумулироваться. Поэтому, по сути, это тот же Афганистан, который создают США. Была страна стала сырьевой придаток для создания, хранения и реализации самых прибыльных веществ. Поэтому Америка постарается затягивать конфликт подольше. Выделят 20 миллиардов долларов, а заработают 70. Ирина Венедиктова, посол Украины в Швейцарии, а до этого генпрокурор Украины пару лет назад озвучила цифру наркозависимых украинцев – полтора миллиона человек. С учетом СВО и легализации от Зеленского, число таких людей будет только расти. Потому что война и наркотики сейчас основная промышленность Украины, не считая телефонных мошенников. Не дайте себя обмануть и берегите друг друга.